Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС снова на связи. В эфире Минск чрезвычайный в студии Виталий Димбовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции цифры статистики. С начала года в столице на пожаре ИЧС спасатели совершили более 1900 выездов. На пожарах погибло уже 8 человек. 37 человек пострадало. Из них один ребенок. 190 человек удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее подробности о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельник днем спасатели ликвидировали последствия действий беспечного 76-летнего отца хозяина квартиры на улице Убаревича, оставившего без присмотра пищу на плите. В результате хозяевам придется сделать ремонт и заменить имущество в кухне. К счастью, никто не пострадал. Вечером того же дня в Минске спасатели помогали ликвидировать последствия урагана. Буквально за полчаса стихия повалила десятки деревьев в городе. Работникам МЧС пришлось выезжать на один случай на улице Неждановой, где дерево упало на женщину. К счастью, деблокировать ее не пришлось. Однако скорая забрала ее в больницу с ушибом грудной клетки. Досталось и припаркованным автомобилям. Под завалами ветвей оказались три машины. Также спасателям в спешном порядке пришлось убирать упавшее дерево с проезжей части к посольству Латвийской республики на улице Дорошевича. Минск чрезвычайный. Во вторник днем тяжелые травмы получил рабочий после падения со второго этажа в одном из торговых центров на проспекте Победителей. Оказалось, при проведении работ в технологическом помещении отделочник наступил на проем, заделанный гипсокартоном. Покрытие проломилось, и мужчина упал на первый этаж прямо в отдел бытовой техники. С переломом основания свода черепа он был госпитализирован. Вопросы, для чего в тех помещении был сделан опасный для жизни проем, и можно ли было там находиться людям, остаются пока открытыми. Выяснением обстоятельств происшествия сейчас занимается специальная комиссия. В среду спасатели провели необычную операцию. Днем на 101 позвонила солистка Национального академического большого театра оперы-балета Светлана Титова и сообщила о том, что под капотом ее автомобиля застрял котенок. Оказалось, что пушистое животное забралось в моторный отсек автомобиля Пежо, стоявшего на территории автостоянки на проспекте Победителей, и во время запуска двигателя попало под приводные ремни. Спасатели при помощи подручных средств освободили котенка. К счастью, усатый сильно не пострадал. Конечно же, предугадать такую ситуацию невозможно, но все же МЧС просит водителей быть внимательными и при обнаружении кошачьих следов на машине проверить, не забрался ли четвероногий друг в моторный отсек. Минск чрезвычайный. В середине недели на столичной кольцевой дороге произошло две практически идентичных по своей сути аварии. Из-за столкновений с дорожной техникой погибли два водителя микроавтобусов. Аварии произошли на внутреннем кольце МКАД около полуночи с разницей в сутки. Спецтехника в этот момент проводила дорожные работы. И почему водители не заметили машины дорожников, остается загадкой. В обоих случаях спасателям пришлось деблокировать водителей из покореженных микроавтобусов. К сожалению, помочь им уже никто не мог. Днем в четверг никаких значительных пожаров и ЧАЭС в городе зафиксировано не было. А вот вечером пятницы на 101 поступил звонок о загорании кухни в квартире. Приехав на место вызова, спасатели обнаружили плотное задымление на третьем этаже многоэтажки по улице Голодеда. Впоследствии выяснилось, что в результате утечки газа произошла вспышка с последующим пожаром. При попытках самостоятельно потушить пожар, муж хозяйки квартиры получил ожоги рук и лица и был госпитализирован. Однако потушить пожар удалось лишь спасателям. Вечером в пятницу в МЧС из детского сада, расположенного на проспекте газеты «Звязда», поступил необычный звонок. Звонивший сообщал об опасности, которую создавало осиное гнездо. Дикие насекомые поселились непосредственно в стиме здания дошкольного учреждения образования. Прибывшие спасатели ликвидировали опасность уже через 45 минут. Примерно в это же время в службу спасения поступил звонок от сердобольных прохожих из другого конца города. Оказалось, семеро утят по неопытности оказались заблокированы водной преградой Тнянского водохранилища. После спасательных работ у водопада утята были отпущены в безопасное место на водоеме. В субботу хозяевам дома по улице Вилейской пришлось прервать банные процедуры из-за пожара на крыше. Впоследствии оказалось, что пожар возник в месте соприкосновения деревянных элементов кровли с раскаленной трубой дымохода. Что именно стало причиной? Перекал печи, трещины в дымоходе или отсутствие негорючей разделки между дымоходом и кровлей? Сейчас устанавливают специалисты. Ну а воскресенье прошло для столичных спасателей без происшествий. Ну что ж, а на сегодня это все. Услышимся ровно через неделю. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Минск чрезвычайный.